Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 36-й главе книги «Бытия». 36-я глава содержит с повторами и вариациями родословие Исаава, брата Исаака, сына Исаака, брата Иакова. Здесь это родословие, по-видимому, в нескольких тоже вариантах изначально использовано и составлен некоторый такой скомпилированный отчет о потомках Исаава. И здесь говорится о его сыновьях, дочерях, множество имен. Сообщается о том, что вот стада, скот, имение. Говорится в начале главы о том, как Исаав с Иаковым расходятся в разные стороны, потому что у обоих уже большое хозяйство, стада, скот, дети. Они расходятся в стороны. И дальше бесконечные списки жен, детей, и от какой жены какие дети рождены. И еще говорится о старейшинах сынов Исаавовых, которые, по-видимому, то ли какие-то подгруппы клановые возглавляют, то ли сменяя друг друга руководят этими племенами. И количество потомков здесь такое, что это родословное явно достаточно надолго спрашивается, а зачем вообще составитель поместил сюда этот рассказ? Мало связанный с предыдущим, мало связанный с последующим. Рассказ, в котором только несколько раз подчеркивается, что Исаав, брат Иакова, основатель Эдома, что идумеи или эдомитяне, соседний с Израилем народ и очень часто враждебный Израилю народ, вот, произошли от этого самого Исаава. И вот его сыновья, вот его дочери, вот старейшины, это Эдом. Ну, это само по себе, конечно, важное. Но, во-первых, это уже было сообщено в рассказе, в одном из рассказов об Исааве и Иакове. И в конце концов сообщить это можно было бы и без таких подробностей. И снова это ведь глава, в которой Господь Бог вообще не упоминается. Ну, у нас все-таки, как мы предполагаем, книга-то имеющая отношение к вере Израиля, ее составляют, как некоторые последовательные изложения, как народ пришел к завету и потом, каким этот завет оказался. Вероятно, для самого составителя некоторое значение, кроме упоминания о том, что Эдомитяне – это все вот потомки Исаава, которые продают первородцу за похлебку, которые там такой-сякой, и всегда были враждебны, и всегда израильтянам с Эдомитянами приходилось держать ухо востро. Кроме этого, вот в 31 стихе говорит, «Вот цари, царствовавшие в земле и дома, прежде царствования царей у сынов Израилевых». Оказывается, тот, кто это пишет, знает, что у сынов Израилевых будут цари. Ну, в общем, ничего удивительного, в конце концов, те, кто начали составлять эти рассказы в Единую книгу, еще помнили эпоху царей. И, кроме того, говорится о том, что в Едоме цари царствовали раньше. Царская власть началась в Едоме раньше, чем в Израиле. Здесь не очень понятно. Рассказ такой, как будто это вообще чуть ли не при самом Исаве началось. Но это, конечно же, не так. Но для следующей главы упоминание вот это о царской власти, которое у Едома есть, а у Израиля нету, окажется более или менее важным. Продолжение следует...